В Казахстане завершилась президентская гонка, а в голосовании приняли участие почти 70% казахстанцев. Все кандидаты на пост главы государства уже ознакомились с предварительными итогами и высказали свое мнение. Динара Абдирова расскажет. Внеочередные выборы в Казахстане завершились. Кандидаты в президенты подводят итоги и уже готовятся к парламентским выборам. К примеру, кандидат Жигули Дайрабаев вместе с партией АУЛ намерены пробиться в мажилист. Параллельно Дайрабаев продолжит и дальше приносить пользу аграриям, фермерам и всем тем, кто столкнется с проблемами в сфере АПК. Во время агитационной работы наша партия добилась двух главных целей. Во-первых, мы объехали 17 регионов и узнали о проблемах сельчан и фермеров. Во-вторых, мы сделали все возможное для продвижения партии АУЛ и повысили ее имидж среди народа. От своих принципов после выборов не отступится и каракат Абден. Борец за национальные ценности обещает продолжить реализацию идей, озвученных в предвыборной программе. По ее словам, впереди большая работа по повышению благосостояния населения и передаче традиционных ценностей подрастающему поколению. И этому не помешают даже блогеры. Я считаю, что вопрос с блогерами, которые выходят за рамки, надо решить. Я планирую взяться за эту проблему. И я считаю, что тех блогеров, которые перегибают палку, нужно привлечь к ответственности путем закона. В целом, для меня участвовать в выборах – это большая честь и ответственность. Еще один участник предвыборной гонки – Мирам Кожикен. Предварительные итоги он узнал в полночь в своем столичном штабе. Кандидат от Содружества профсоюзов отметил, что несмотря на результаты, он уже определил планы на будущее. А их немало. Один из пунктов – создать партию «НТМАК» и участвовать в парламентских выборах. Известны предварительные результаты, но они не изменятся существенно. Все же мы получили большой опыт. Моя работа не прекращается. Я благодарю всех тех, кто меня поддержал, кто за меня голосовал. Большое спасибо. Я свой выбор тоже уже сделал. Мой выбор – идти дальше в политику. А вот Нурлан Ауэзбаев считает, что у кандидатов просто было мало времени на проведение агитации. Иначе результаты были бы совершенно другими. Тем не менее, он планирует и дальше вместе с соратниками повышать имидж общенациональной социал-демократической партии и продвигать идеологию социальной справедливости. «Будущее в наших руках. Участвуя в выборах, мы получили большой опыт, испытали свои силы и возможности. Теперь мы проведем работу над ошибками и подготовимся к парламентским выборам. Мы поставили перед собой определенные цели и готовы к открытому диалогу и предложениям». Аутсайдер предвыборной гонки Салтанат Турсумбекова после оглашения результатов заявила, что направит силы на создание эффективного механизма защиты граждан, в частности, поддержки детей, женщин, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Моя победа заключается в том, что мне удалось вывести на новый уровень статус женщины-политика. Благодаря моей предвыборной программе вопросы дискриминации и искоренения насилия не сходили с повестки дня. Я уверена, что мне удалось достучаться до сердец каждого из электоральной кампании. И сейчас, пользуясь прямым эфиром, я хочу еще раз повторить, что я буду реализовывать все свои обещания перед народом. В ЦИКе сообщили, что почти полмиллиона казахстанцев или 5,8% голосов населения отдали графе против всех. Она никак не повлияет на итоги голосования, но зато, по словам независимых наблюдателей, учитывает мнение всех, кто проявил свою гражданскую активность. Динара Абзирова, Хабар, 24. Динара Абзирова, Хабар, 24.